Власти Екатеринбурга призывают горожан пересаживаться на велосипеды. В городе сегодня открыли специальный веломаршрут. Правда, его длина небольшая, всего 3 километра. Наш корреспондент Юлия Першина вместе с велосипедистами проехала по этому маршруту. Площадь возле театра драмы в Екатеринбурге велосипедисты облюбовали давно. Поэтому неудивительно, что именно это место выбрали начальной точкой первого и пока единственного городского веломаршрута. Открытие желтой линии обставили честь по чести. Ленточку перерезают чиновники городской администрации. Сегодняшнее мероприятие, открытие вот этого велонаправления, оно лишний раз говорит о том, что мы приглашаем жителей города максимально эффективно использовать все-таки такой вид транспортно, как велосипед. Маршрут проходит по исторической части города. Расстояние 3 километра. Пара добровольцев отправляется на разведку. Павел и Ирина Щербина двухколесный транспорт используют ежедневно. Добираются от дома, это район Уралмаша. До работы, это в центре. О трудностях передвижения в большом городе они знают не понаслышке. Однако даже таких опытных велосипедистов желтая линия быстро сбивает с толку. Странно то, что едешь сначала по левой стороне, то есть у нас все знаки указаны. И раз резко поворачиваешь, здесь уже по правой стороне идут знаки. Немножко, да, напутано. Логики нет. Проезжаем несколько метров и история повторяется. Опять, получается, поменялось. То есть вот здесь. Нет, тяжеловато здесь для понимания на самом деле. Впрочем, постоянная смена стороны – не единственная погрешность тех, кто проводил желтую линию. На маршруте она то и дело ломается под углом 90 градусов, подходит вплотную к набережной, захватывает автомобильную парковку. Но самым большим сюрпризом для велосипедистов стал забор. Линия проходит прямо сквозь него. Наверное, они предполагали, что мы до сюда не доедем. Я лучше тогда поеду по правой стороне, буду давить тогда людей. Что делать-то? Прокатившись по ухабам, добровольцы ставят маршруту свою оценку. Если по пятибалльной шкале тогда уж, я, наверное, на троечку бы поставила. Плюс в том, что эта велосипедная дорожка появилась, есть знаки. Минус в том, что действительно они не постарались на то, чтобы она была ровной хотя бы, как минимум. Для удовольствия. Она не для удовольствия велосипедиста. Для того, чтобы велосипедисты не мешали. Впрочем, начало все-таки положено. В администрации не скрывают. В городе не слишком много условий для свободного передвижения на велосипеде. И уверяют, что готовы выслушать любые предложения. Юлия Першина, Альберт Полудницын. Информационная программа «День». Екатеринбург. Продолжение следует. Продолжение следует.